МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Поздней ночью был жилой мужчина выпал с балкона 9-го этажа одного из домов по улице Амерхана Якиньки. В момент, когда всё произошло, рядом находилась его супруга. Похоже, что в какой-то момент женщина отвлеклась и не сумела удержать мужа от рокового поступка. По предварительным данным, пожилой человек свёл счёты с жизнью, потому что страдал от тяжёлого заболевания. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются. ЧП в школе посёлка Сидоровка в набережных Челнах. Сегодня 11-летний мальчик ударил своего одноклассника ножом в спину. Пострадавшего доставили в Камский детский медицинский центр. По словам врачей жизни ребёнка, ничего не угрожает. Напавшего до приезда полиции задержали учителя. По некоторым данным, ссора между товарищами вспыхнула из-за компьютерной игры. Якобы накануне воскресенья друзья играли в онлайн-игру, и один оскорбил другого в интернете. Обиженный школьник наутро пришёл на уроки с кухонным ножом. Сейчас все детали выясняются. Начата доследовательная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям работникам системы образования МВД, а также других служб, ответственных за обеспечение безопасности детей, а также непосредственных граждан, ответственных за то, что ребёнок пришёл в школу вооружённым ножом. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. На улице Ершова столкнулись сразу три автомобиля. Причиной аварии стала невнимательность водителя «Некси», который не выбрал безопасную дистанцию при движении в общем подтоке. Сначала в мой автомобиль был удар, потом удар пришёлся в колено. Заметив, что на светофоре вот-вот загорится красный свет, водитель «Рено» сбросил скорость и двигался накатом. А вот мужчина за рулём «Некси» этого явно не учёл. Несмотря на свой большой опыт вождения, он не успел затормозить даже при движении на небольшой скорости. Сам не пойму, или нога устала, или что. Ездил на дачу, он немножко работал, поэтому с дачи возвращался. Может быть, поэтому. Передняя часть кузова «Некси» расположена ниже, чем задний бампер «Логана». Видимо, поэтому машина виновника аварии и получила более заметные повреждения. Невольным участником ДТП стала и колена, на которую «Некси» отлетела уже после удара. Километров 40, поэтому, я думаю, пострадавших нет. 40-50, наверное, максимум. То есть, не нарушал он, я так думаю, скоростной режим. При этом стояли или двигались? Я накатом шёл, то есть, подъезжал к светофору, то есть, может, ещё это спасло. Скорее всего, выплат по полюсу ОСАГО вполне хватит для того, чтобы покрыть расходы на ремонт повреждённых машин. А вот полной страховки у владельца «Некси» нет, так что свой автомобиль он будет вынужден чинить уже на свои деньги. Суд вынес приговор двум мошенницам, которые обманывали пожилых людей. Сообщая пенсионеркам, что на них наведена порча, новые знакомые предлагали провести обряд очищения, непременным атрибутом которого должны были быть деньги. После этого мошенницы скрывались. По данным следствия, таким образом, лжецелительницам удалось похитить около 300 тысяч рублей. Суд признал вину подсудимых доказанной. Оказавшись за решёткой, две жительницы Кировской области сразу признали, что откровенно обманывали пенсионерок. Пугая порчу и сглазом, они добивались от пожилых людей только денег. После нехитрых манипуляций заворачивали в наволочку свёрток газет и после этого скрывались. У одной из пожилых, жительниц Нижнекамска, они похитили 48 тысяч рублей. Я её полечила, она мне доверила эту цену. И я ушла с концом. Все преступления задержаны совершали по единому сценарию. Под надуманным предлогом знакомились с пожилыми людьми, входили к ним в доверие и заявляли о якобы имеющихся у них экстрасенсорных способностях. Поверившим в этом жертвам, аферистки предлагали снять порчу. Причём обязательным атрибутом обряда становились деньги и ювелирные украшения потерпевших. Полицейские выяснили, что две подруги успели побывать в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и Заинске, где под предлогом снятия порчи обманули как минимум 5 человек, похитив 300 тысяч. На похищенные деньги приобрели, что мне потратили? Ну, вдруг ты чаще припитёшь троёх детей, двоих внуков, родителей старые, пенсионеры. Супорок? Ну, муж у меня нет, я вдова, сужитель. А я потратила меня после пожара, и я вот как на крышу, только купила, да, в город Буль. А с кем проживаете? Муж, дети. А муж у меня сужитель, ну, как тебе сказать, больной тоже, и зима у него. Суд признал вину подсудимых доказанной и приговорил Раису Жукову к наказанию в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима, а Фаину Игольникову к двум годам шести месяцам условного заключения. А как? Не ругайся. Ага. Все, не ругайся, я все равно. Да. Продолжим после рекламы, оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. На улице Восстания, на пути следования автобуса 46 маршрута, оказался минивэн Ниссан. По одному только расположению машин, несложно было догадаться, что нарушение было совершено водителем иномарки. Впрочем, и сам водитель признал свою обложность. Наиболее вероятной причиной аварии стало то, что водитель Ниссана не рассчитал расстояние до автобуса, и это несмотря на то, что скорость представителя городского транспорта была, в общем-то, невысокой. Один автобус проехал, я хотел завернуть во двор, и как бы... Автобус еще вроде расстояние было, но, похоже, масса большая у него. Ну, моя вина, в принципе, здесь. Именно грамотные действия водителя автобуса и уберегли от серьезной аварии. Двигаясь по своей выделенной полосе, он сумел отреагировать на появление другой машины, не подвергая при этом риску своих пассажиров. По сидячим местам люди были. Экстренные торможения не применял, потому что я еду по своей полосе, и, чтобы избежать падения, притормаживал. Удар в итоге вышел не сильным, однако у минивэна появились заметные вмятины по всей правой части кузова. Автобус получил минимальные повреждения, но по всем правилам после аварии он должен будет вернуться в парк для детального технического насмотра. Вечером на салон сотовой связи, расположенный на улице Мавлютово, было совершено разбойное нападение. В повещение торговой точки ворвался агрессивно настроенный молодой человек. Ножом он срезал крепеж на витрине, схватил телефон и быстро скрылся. Продавцы успели хорошо рассмотреть налетчика и сообщили его приметы полицейским. Уже через полчаса молодой человек был задержан неподалеку от места преступления. В набережных Челнах полиция разыскивает мужчину, который вынес из магазина дорогой планшет. Кража произошла в одном из торговых центров. Злоумышленник попал в объектив камеры наружного наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов просят помочь установить личность подозреваемого. Непорядочного покупателя зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Вот отец и сын спокойно прогуливаются по торговому центру и заходят в ближайший магазин электронной техники. Они все на замках. Их открыть, вот так, чтобы взять и открыть, их невозможно. Но когда показан товар, соответственно, открываются все витрины. Мужчина попросил продавца показать с витрины чехол для планшета. Новый футляр покупатели тут же примерили к компьютеру из того же магазина. Довольны выбором, отец и сын подходят к кассе и расплачиваются. Причем только за чехол стоимостью 900 рублей. В чехле был аппарат. То есть один человек ему показывал, второй человек пробивал. Было так. Если пробивал один и тот же человек, наверное, такой бы ситуации не получилось. Полицейские просят помочь установить личность мужчины. Ущерб продавцы оценили в 11 тысяч рублей. В совершении данного преступления подозревается мужчина на вид 30-35 лет и мальчик на вид 8-12 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ и мошенничество. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь. А далее Фарид Хабибуллин и его гости. Тема. Добрый вечер, пожалуйста. Здравствуйте. Не все рады приходу весны. Участки и дома некоторых жителей поселка Новая Ракчино затопило. Они считают, что это вина строителей, которые через дорогу строят пятиэтажки. Об этом сегодня в теме.